Доброе утро, мы заберем. Очень важная ситуация. Скажи, что там сзади у тебя. Доброе утро, мы заберем. Это будет прекрасный день. Это вполне приличное человеческое существо. Решилось бы мне быть и встречным тебе котом. И мир не лежал бы в лунгах и фальши, Упершись в них облосевшим лбом. И двинулась бы дальше, искать по-настоящий дом. Где не танцуют перед обедом, Где пахнут цветом и базиликом. Где не торгуют сигаретами и полубредом. Где на безликость жмут удалить из чата. Реальность звучит. Спешка узнать побольше. Ну как же крошки, без новостей в коробке. Всем пусто и робко. И помолчать бы, да некогда. Двойное сердце, но и эта кнопка. Здравствуйте. Продайте времени. Как операторы заняты. Как обновляют ленты. Весь мир в упущенном моменте. А ты вполне приличное человеческое существо. Так, мы пришли в китайский ресторан. Очень, очень ресторан. А у нас все такие рестораны. Все хорошо. Мы не можем домой попасть. Поэтому мы поедим. Я вот что-то ем. Я тут начала пробовать. Это очень странная ситуация. Боже мой. Что ты думаешь? Это очень странная ситуация. Как он... Да. Да, это будет очень простой вопрос. Ты счастливый? Да, я счастливый. Я могу быть больше, но я счастливый. Как все время? Конечно, это решение. Да, да. Это ваша выбора. Да, я счастливый. Может, пока Ника соберется. И мы пойдем пить кофе. Пить кофе. Так, близко. Столько крыш. Так, мы будем останавливаться на каждом этаже. Ваши Ника все понажимала. Но ничего, сейчас. Едем. Так, мы сейчас поедем, значит, в Анжелину. Перед этим зайдем в какое-то заведение, вызовем такси. Там идти до полчаса. Можно уже деться пешком. Ну, холодно. Сейчас очень, что деться пешком. Это будет прекрасный день. Бонжон. Бонжон. В принципе, теперь кого-нибудь и началось убивать. Ааа, почему так холодно? Она и на мотоциклы кричит, и все кнопки в лифте нажимает. Хотя я говорю, РС нажми. Она нажмет все, кроме нее. Как можно было устать с утра, непонятно. А я поздно выпила вчера и познакомилась с ребятами хорошими. Вообще, все чудесно. Сейчас все буланжерии, пекарни переполнены парижанами, которые спают багет, несут его домой и просто наслаждаются. А мы хотели сейчас на такси поехать в очень красивое заведение, но мы решили, что если мы хотим там хорошенечко поесть, то нам придется пойти туда пешком. А это 40 минут, поэтому холодно, и мы идем туда. Я надеюсь, меня слышно, потому что ветер внутри. Что я вчера подыгрывала? Анжелина. Анжелина, не раздувай. Так, мы сейчас едем в то все-таки заведение Анжелина, потому что слишком холодно, а мы очень хотим уже кофе и круассаны, и нам очень сильно его советовали. Сказали, что это лучшее место в Париже, поэтому мы просто хотим уже туда доехать и расслабиться, потому что сейчас воскресенье. Я уже встал. Я уже встал. Да. Я уже встал. Я уже встал. Я уже встал. Большая-то вот, 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 хорошее, красивое пирожное. и я таки соберусь это сделать. Париж очень прохладный сейчас. Да, да, это рубрика «Ответы на вопросы вы сейчас в Парине». Вот, ждать любовь или искать ее? У меня по жизни так, и это связано с личным опытом и не только. Людей, с которыми я в близком общении, вы можете искать что угодно, оно не появляется, потому что вы настолько сосредоточены на этом, вы настолько много тратите ресурсов на это, что просто выходит время, и вы понимаете, что чем больше вы тратите себя на эти поиски, тем дальше от вас то самое, чего вы добиваетесь. У меня так было всегда, и с каждой секундой, как только ты понимаешь, что это состояние не просто «Окей, я отпускаю ситуацию», о состоянии «Все, будь как будет, я в норме, я в любом случае буду в порядке, все хорошо, и будь как будет, сразу же приходит решение, просто сразу». Как только вы понимаете, что ситуация отпущена, что вы выдохнули, вы расслабились, вы сразу начинаете как будто излучать вселенную, или как хотите, называйте знаки, что вы готовы принять это. Это первое, мой ответ о том, что «Нет, искать не нужно». Второй аргумент, почему, потому что за это время, пока вы в поиске, вы не сосредоточены на том, что вы правда могли бы достичь, и что вы правда могли бы сделать, что правда было бы важно, напитать себя какими-то новыми навыками, и просто как будто, вот знаете, вы полноценно можете принять теперь другого человека в свою жизнь, такого же начитанного, достигшего какого-то уровня развития, интересного, потому что вы явно же хотите себе такого человека. Так вот, его, чтобы притянуть, нужно быть зеркалом для этого человека, потому что когда вы смотрите в глаза человеку, вы видите себя, потому что каждый человек, который с вами соприкасается и близок вам, он ваше отражение, и поэтому, если вы хотите именно такого человека, быть не просто какое-то время, а зацепить его, полюбить и влюбиться, и заставить влюбиться его в себя, не заставить, а так сложить, скорее всего, то нужно соответствовать, как бы это ни звучало. Когда вы будете таким уже созревшим плодом, я не знаю, десертом, будете просто подпитывать себя, то, поверьте, просто какой-то один из дней вы проснетесь от того, что вы влюблены. Ой, черт возьми, влюблены. Все, это вот такое вот утро. Доброе утро, вы влюблены. Поскольку ты в Париже и еще города и страны, ты планируешь посидеть после него. Мы были уже в Амстердаме, когда летим обратно, мы снова летим в Амстердам, находимся в том сутки и летим в Киев. Вот, в сложности у нас 9 или 10 дней в Париже. Сколько примерно нужно денег, чтобы съездить в Париж? И как сэкономить потом здесь? Денег. На квартиру, я думаю, или отель нужно тысяч 16 двоих. На билеты можно найти супер дешевые. Мы за 6 купили туда и обратно. Вот, каждая по 6. Собой нужно тоже немало, потому что Париж достаточно дорогой город, по сравнению даже с Бартелоной, здесь гораздо дороже. Это ощутимо. А сэкономить это покупать и в ресторанах, и в кафе, а в супермаркете. Потому что много всего уже готового у них продается. Вот. Ну и знать места, по которым ходить. Которые там делают какие-то скидки для студентов, если вы студент. Я-то уже нет, но помню, когда я в прошлый раз приезжала, мы, по-моему, пользовались такой привилегией. Если планируете, то прекрасно вы поездки, прекрасно вам в Париже, потому что здесь просто невероятно. И надеюсь, этот влог, когда бы он там не вышел, сомотивирует вас сделать что-нибудь. И приехать в Париж. Как не стряхнуться и не отчаяться в сто раз, пока не достигла цели. Вспоминать, ради чего ты это всегда делаешь. Если ты достаточно четко понимаешь в своей голове, ради чего и какое будет вознаграждение, и куда ты тренишься с этой своей целью, то ты не дашь себе сдаться. Просто не дашь. Вот сейчас у меня есть настолько масштабная цель в голове, и каждый раз, когда я понимаю, что я уже на грани, и я понимаю, что это будет слишком сложно для меня, я вспоминаю, ради чего я это делаю. Я ведь даже ради процесса это делаю, не только ради конечной сути. То есть я наслаждаюсь этим процессом, побеждая себя, делая такие огромные усилия над собой, я ведь иду вперед, я ведь расту. И вспоминаю все это, подпитывая себя этим, я не могу сдаться, поэтому как бы ни было сложно, просто делай то, что ты делаешь. И люби это, люби сложности, потому что только так мы растем, только так мы раздеваемся. Кстати, впервые, наверное, вот так в видео вместе сидим. Третья супер лавка. Да. Мы обсуждали, насколько каждая себя внутри ощущает сейчас, потому что все всякими моментами, когда мы там теряем связь и пытаемся каждая там донести какую-то свою истину, то просто потом начинаем не понимать, кидать свои аргументы, и мы просто осели и поговорили о том, насколько кто себя сейчас внутри и вот ощущает, если супер на чистоту, и все выяснили. Всегда нужно все проговаривать, люди на самом деле только готовы и открыты к тому, чтобы вы сказали им все, что вы думаете, выяснили все, и двигались дальше уже с готовой, решенной проблемой. Хорошего вечера дня, что там у вас, когда вы их смотрите. Спасибо большое за внимание и за вопросы. Вы чудесные. Пока. 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 Пока.